было бы круто если бы у тебя был такой друг либо такой человек к которому ты мог бы обратиться в любой жизненной ситуации чтобы он мог дать тебе совет и согласись мы очень часто нуждаемся в таких людях вокруг нас но очень часто случается так что такого человека рядом просто нет и очень здорово если у тебя есть такой человек может быть это твоя жена может быть это твой друг может быть это твой муж может быть это кто-то еще может это кто-то из твоих родственников мама брат сестра папа но часто очень часто случается такое что когда мы что-то начинаем новое мы не получаем той поддержки которую нам так хотелось бы получить и в этом видео мой дорогой нелпер я расскажу тебе несколько инструментов которые ты можешь использовать для того чтобы эта поддержка у тебя появилась начнем сначала на самом деле многие люди не умеют эту поддержку попросить сейчас поясню что это значит чтобы попросить поддержку нужно ответить себе на вопрос а как я понимаю что этот человек меня поддерживает или не поддерживает то есть другими словами по каким критериям я вообще оцениваю поддержку она есть со стороны данного конкретного человека или ее нет ты можешь провести еще один небольшой тест задав себе другой вопрос что другой человек может или должен сделать чтобы я понял что он меня поддерживает вот эти два вопроса как я пойму что человек меня поддерживает или что другой человек должен сделать для того чтобы я понял что он меня поддерживает многие люди очень сильно хотят чтобы их поддержали но иногда они даже себе сами не могут объяснить внятно что другому человеку нужно сделать чтобы было ощущение поддержки и когда ты найдешь ответ на эти вопросы возможно ты получишь такие ответы мне нужно чтобы вот тот человек от которого я хочу поддержки сказал какие-то определенные слова допустим я в тебя верю или у тебя все получится или как-то еще по-другому может быть чтобы он просто подошел тебя похлопал по плечу а бывают такие случаи что для того чтобы ты ощутил поддержку нужно чтобы твой близкий человек от которого хотелось бы получать поддержку просто тебе не мешал достигать своих целей не мешал тебе получать свои результаты поделись в комментариях насколько сильно тебе нужна поддержка в твоих начинаниях если в твоем окружении такие люди от которых может тебе и поддержка так как таковая не нужно но главное чтобы они тебе не мешали не обесценивали твои начинания не говорили что у тебя что-то не получится это первый этап первый этап я думаю ты пройдешь профессионально задав себе два вопроса как я понимаю что человек меня поддерживает и что другому человеку нужно сделать чтобы я понял что он меня поддерживает это первый этап а вторым этапом является то что тебе нужно постараться донести человеку от которого ты хочешь получить поддержку что он может сделать не люблю слово должен что он может сделать чтобы ты почувствовал от него эту поддержку очень часто в семейных парах в отношениях между друзьями бывает такое что ну вот как бы есть ощущение что вот я бы хотел это получить я бы хотел получить эту поддержку но другой человек он может быть тоже это понимает и он бы рад тебя поддержать но так как ты не обозначаешь четкие критерии как он может тебя поддержать другими словами что конкретно он может сделать чтобы ты понял что он тебя поддерживает в отношениях мужчина и женщины такое сплошь и рядом девушки да и мужчины тоже обижаются и говорят он меня или она меня не поддерживает или не понимает я тогда очень часто на своих сессиях задаю вопрос а как ты вообще понимаешь что тебя поддерживают что он может делать для того чтобы ты понял или ты поняла что тебя поддерживают и тогда человек задумывается а когда человек нашел ответ это наверное какие-то слова или наоборот исключение каких-то слов просто не говори мне что я в тебя не верю или просто не говори мне что у меня не получится а говори мне я в тебя верю у тебя все получится к примеру да у каждого свои какие-то есть внутренние критерии для понимания поддержки то же самое может сделать ты то есть когда ты понял как ты понимаешь что тебе оказывают поддержку твоя задача следующим шагом следующим этапом просто тому человеку объяснить что мне от тебя в такие сложные ситуации когда мне нужна поддержка нужно чтобы ты сделал 1 2 3 4 похлопал меня по плечу сказал мне я в тебя верю и все получится и ни в коем случае не говорил что у меня ничего не получится ну к примеру такие критерии и это будет уже большой прорыв ты заметишь что когда ты крит реально можешь описать для себя что для тебя значит поддержкой что другой человек может делать для того чтобы ты это испытывал если ты постараешься найдешь себе внутренние силы и уверенность изложить свое пожелание своему партнеру по отношениям неважно это отношение между мужчиной и женщиной либо это отношение между между друзьями или даже начальник подчиненный когда ты это оцифруешь когда ты это критеризируешь тогда все очень сильно изменится потому что люди очень часто хотят тебя поддержать но они тебя как правило поддерживают каким-то таким способом который тебя чаще может скорее демотивировать чем наоборот мотивировать и твоя задача как у осознанной личности а на моем канале только такие люди и присутствуют описать критерий и постараться донести что тебе в эти моменты нужно поверь ты мне если ты это в себя встроишь это будет очень круто но что делать если в твоем окружении ну нету таких людей которые тебя могли бы поддержать таким людям ты даже не будешь обращаться с какой-то просьбой о поддержке здесь к нам приходит на помощь нейролингвистическое программирование есть хорошая техника и очень часто используют в коучинге она называется стол менторов и эта технология на самом деле уже описано в многих книгах например в книге наполеона хилла дума и богатей описана эта технология ну и во многих книгах по коучингу ты найдешь что технологии и в чем суть суть в том что так как тебе не хватает настоящих людей которые могли бы тебя поддержать вокруг ты можешь поработать с их образами что нужно сделать для успешного выполнения этой техники давай как уже заведено на нашем канале делать вместе твоя задача сесть расслабиться успокоиться и подумать о своей цели дальше твоя задача выбрать от 3 до 5 людей ты их можешь они обязательно знать лично тебе просто нужно выбрать 3-5 человек которые либо эксперты в этой теме в которой ты хочешь развиваться либо это просто мощные какие-то личности которые знают как выходить из таких ситуаций в которых ты оказался и представить их в комнате прямо сейчас уже можешь погружаться в легкое медитативное состояние представь комнату который стоит круглый стол за нем сети за ним сидит определенная группа людей и представьте их личностей которые могли бы тебе дать грамотный совет которые могли бы тебе дать поддержку которая тебе так необходимо определись кто эти люди очень часто почему-то люди в моих сессиях если это мужчина берут обязательно вот арнольда шварценеггера кто-то берет каких-то президентов кто-то берет просто каких-то значимых личностей либо интересных мощных таких актеров у тебя будут свои люди которых ты выберешь тебе нужно представить как если бы такая встреча могла бы состояться ну представь что у тебя есть такой ресурс где ты можешь пригласить к себе в совещательную комнату чтобы обсудить свои задачи самых лучших людей этого мира подумай кто бы это был представь их в этой комнате и представь себя с ними за круглым столом в этой комнате я не знаю сколько людей будет у тебя 35 вполне нормально можно больше меньше нежелательно и представь что все эти люди знают почему они здесь собрались обозначить свой вопрос обозначить свой запрос который ты хочешь решить о чем ты хочешь с ними посоветоваться и представь что эти люди уже знают твой вопрос и знают твою задачу и постарайся представить что ты сидишь с ними за одним столом и подумай кому из них ты обратишься первым ты выбираешь первую персону и задаешь ему свой вопрос представь что там сидит президент какой-то страны ну это твои личности и ты ему задаешь этот вопрос ты задаешь этот вопрос смотри на его мимику смотри на его глаза смотри на то как он слушает твой вопрос а дальше твоя задача оставить себя на своем месте и мысленно перенестись в его тело ассоциироваться с ним представить как будто ты на какой-то момент времени в той комнате стал им и ты увидишь себя со стороны увидишь всех остальных участников этого круглого стола и ты услышал от себя волнующий себя вопрос и постарайся максимально представляя себя этим человеком дать тому себе который продолжает сидеть за столом нужный ответ подобрать нужные слова поддержки которые тебе нужны сформулируй их произнеси вслух или про себя и затем снова вернись в исходную точку опять стань собой представь как будто тот человек чью роль ты только что играл тебе сказал какие-то вещи и постарайся на них как-то отреагировать устраивает тебя этот ответ не устраивает ну и так далее дальше тебе нужно такую же махинацию проделать со всеми участниками этого круглого стола то есть каждый раз тебе нужно каждому задать вопрос и встать на него на его место и ответить на этот вопрос вернуться опять на свое место и получить этот ответ таким образом в таком легком трансе помедитируй позадавай самым лучшим людям этой планеты по твоему мнению те вопросы которые тебя волнуют заручить их поддержкой скажи мне очень важно чтобы ты меня поддержал и практикуй эту технику когда ты сталкиваешься с отсутствием поддержки когда ты сталкиваешься с какими-то сложными жизненными задачами ответы на которые к тебе вот так сразу по мгновению волшебной палочки по мгновению волшебной палочки не приходят в технике стол менторов ты будешь находить невероятные просто ответы для себя и будешь испытывать эту поддержку ты можешь возвращаться за этот стол хоть каждый день и таким образом ты будешь получать эту уверенность и таким образом конструируя у себя в голове вот эту дискуссию самыми лучшими людьми которых ты туда приглашаешь ты будешь во первых повышать свою уверенность во вторых ты будешь ощущать что ты не одинок и в третьих ты будешь лучше двигаться к своим целям ты будешь получать самые лучшие советы эта техника работает очень хорошо на бессознательном уровне и очень способствует достижению цели я очень часто провожу эту технику со своими клиентами и сам очень часто пользуюсь этой техникой когда решаю свои какие-то сложные жизненные задачи причем это бывает в моих фантазиях совершенно разных местах в зависимости от запроса и туда я на это совещание приглашаю на свое мысленное совещание и приглашаю разных людей я уверен что у тебя тоже обязательно получится и ты не будешь испытывать проблемы с поддержкой окружения